Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Поле чудес хотят закрыть, но стоит ли этого делать? Вот уже 30 лет барабан вращается на Первом канале. Времена меняются, рейтинги падают, а сама передача превратилась в самодеятельный концерт сельского дома культуры. Дорогие зрители, поговорим про поле чудес и обсудим нужность этого шоу на телевидении. Недавно на волне скандала с ошибкой в слове «Монтансье» в одном из выпуска «Поля» поползли слухи о закрытии этой передачи. Я же вам предлагаю обсудить поле чудес. Мне очень интересно, что вы думаете об этом явлении нашего телевидения? Смотрите ли вы поле чудес и как относитесь к передаче и ее ведущему? Пишите свое мнение, а я вам сейчас расскажу свое. Еще раз повторюсь, никому его не навязываю. Я не буду вам рассказывать всю историю передачи, но поле чудес, как и многие наши шоу, является адаптацией американского шоу «Колесо Фортуны». Кстати, в свое время Владислав Листьев покупал права только на 10 лет, и наше шоу могло закрыться еще 20 лет назад. Но удалось как-то мирно решить этот вопрос. А вообще, я с теплотой вспоминаю детство и пятничные вечера. Я с бабушкой очень любила смотреть эту передачу и угадывать слова. Мы даже кроссворды делали, выжигали на деревяшках и клеили целый месяц. Отправляли на его по почте в Останкино, но ответ так и не пришел. Недавно увидела очередную передачу, и улыбка и ностальгия по детству нахлынули. Только вот передача очень сильно изменилась и стала похожа на какой-то концерт самодеятельности. Почему-то каждый участник поет, не попадая в ноты, танцует, показывает фокусы и много чего еще. Леонид Якубович стал более нервным, и смотреть на него мне стало не очень приятно. Поэтому мне думается, что большинство людей продолжают смотреть «Поле чудес» по старой привычке. Молодое поколение, я думаю, не особо любит эту передачу. Отдавай предпочтение шоу на канале ТНТ или в интернете. Да и качество вопросов, как не думается, снизилось. Да и реакция людей в интернете дает о себе знать. Люди пишут, что все нечестно, что участники блатные и так далее. Обсуждаются бесконечные переодевания Якубовича и раздачу еды массовки. Оказывается, в «Поле чудес» был случай постановки выигрыша автомобиля. В 2015 году один не очень известный актер изображал инженера из глубинки, который выиграл машину. Да и много было всяких претензий к пулю. Но закрывать его все-таки не стоит. И вот почему. Эта передача, как ни крути, является хорошим телевизионным контентом. Она воспитывает аудиторию и направлена на позитив. А что ее заменит? Очередное ток-шоу о внебрачных детях звезд или политическое? А вы представляете, какой вой поднимется? В духе «Покосились на святое» или «Верните Якубовича». К сожалению, большинству комментаторов в интернете неважно, из-за чего поднимается вой. Я же считаю, что «Поле чудес» должно жить. Хотя можно немного поменять формат и сократить количество вокальных номеров. А вы как думаете? Как бы вы отнеслись к закрытию этого шоу? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Друзья, благодарю вас за просмотр! Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свое мнение в комментариях, делитесь видео со своими друзьями, ставьте лайки, не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. И до встречи в новом видео! Субтитры сделал DimaTorzok